Глава 13. Пиршество кородактилей. Одиночество не идет мире на пользу. Она окончательно погрязла в собственных грезах. Это не игры и несознательный ввод в заблуждение. Ей самой непонятно, что есть что. Заблудившись в лабиринте личных страстей, фантазий и самообманов, она перестала понимать, что творится вокруг нее. Теперь вытаскивать из мира информацию все равно, что допрашивать годовалого младенца. Где правда, а где вымысел, ни черта не догадаешься. Но был бы у меня выбор. Лиша. Приятный контур еловийского архипелага. 134-е мономорфное ответвление внешнего фрактального крыла. Темпоральный фрактал 10779. Поправка на еловийский сегментариум. Регистр 434. Бусая мыс. Лиша, у тебя новая прическа. Мила улыбаясь, сделала комплимент мира. Тебе идет. Спасибо, мамочка, пошутила девочка, вызвав у хозяйки отобрительный смех. Я тут недавно написала хорошее стихотворение, вот послушайте. Мира, давай чуть позже вернемся к стихам. Лучше скажи, что тебя беспокоит. Может, тебе нужна наша помощь? Оборвала ее Лиша. Лицо мира Егор стало вдруг грустным-грустным, едва не плачущим. Внимательно наблюдавший за ней, Алик почувствовал, что именно сейчас ему нужно вступить в их диалог. До этого внутренние подсказки его ни разу не подводили. Должно было сработать и в этот раз. — Лиша, ты ведешь себя как эгоистка, — произнес он как можно вежливее. Лиша вспыхнула, едва сдержав возмущение. Мира же посмотрела на Дементьева уже иначе, с неподдельным любопытством. — Не кипятись. — Алик ласково погладил девочку по плечу. — Просто мне немного обидно. Ты уже слышала стихи госпожи Гор многократно, а я не слышал их ни разу. Всю дорогу ты расписывала мне красоту ее гениального слога, а когда появилась возможность лично ознакомиться с ее творчеством, да еще и из уст автора, ты затыкаешь ей рот и не позволяешь мне проникнуться этой красотой. — Да я же лишь осеклась, моментально поняв замысел друга. — Я просто не думала, что ты так любишь поэзию. Зато Мира оценила лесть Алика в полной мере. Она слегка зарделась и, искосы глянув на Дементьева, спросила. — Так вы любите поэзию? — Обожаю. Приложив Петернюк к своей груди, выпалил Алик. — А почему же мы до сих пор не знакомы с этим молодым человеком? Счастливая хозяйка, сверкая улыбкой, обратилась к Лише. — Преподобный Василий из дела у Рентики бывал у меня в гостях. С Большим Боцманом мы тоже встречались. Его же я вижу впервые. — Моя вина, — призналась та. — Да, надо было сразу вас познакомить, но я слишком увлеклась своими проблемами. Еще не поздно это исправить. — Знакомьтесь. Алик — это Мира Гор, гениальная поэтесса. — Мира — это Алик Дементьев, мой новый помощник, стажер. — Очень приятно, Алик. Мира потянулась вперед для рукопожатия. — Взаимно, Мира. Алик галантно поцеловал ее руку. — У меня как раз есть стих, который как нельзя подойдет к нашей неожиданной встрече. Вот послушайте. И встав напротив них, поэтесса жестикулируя и раскачиваясь, принялась с выражением читать свое стихотворение. Старик при этом полностью ушел в себя, таращась в одну точку. Боцман, облокотившись на край диванчика, изо всех сил старался не уснуть. Алик же, несмотря на то, что не разбирался в поэзии вообще никак, усиленно делал вид, что стихи Мира ему очень нравятся. При этом он старался не сводить с нее глаз. Та отвечала ему таким же пристальным взглядом, от которого очень хотелось застенчиво отвернуться. Но Алик понимал, что отворачиваться нельзя. Нужно дослушать и ни в коем случае не выдавать своих истинных чувств. Мира все читала и читала. Даже терпеливая Лиша уже начала немного ерзать. А Боцман вымученно моргал засыпающими глазами. Еще немного, и он захрапел бы, как буйвол, отправив все их старания псу под хвост. Но Мира наконец-то закончила и театрально закрыла глаза, словно в молитве прижимая руки к груди. «Браво!» — поднялся Деметьев. «Божественно!» Выудив из вазы с цветами белую розу, он протянул ее поэтессе. Та скромно приняла ее и начала нюхать, будто бы увидела впервые. «Спасибо, я польщена!» «Меня до глубины души!» — сонным голосом проворчал Боцман. «Пробрало!» «Да!» — большего кивала Лиша. «С таким талантищем не поспоришь!» «Спасибо вам всем!» — продолжала таять Мира Гор. «Так редко получается найти настоящих ценителей!» Все потому, что мир погряз в невежестве. Алик вспомнил, что ему нужно выглядеть затумчивым и строгим, тут же стерев с лица блаженную улыбку. «В моде халтура!» А истинное искусство не востребовано. Из-за скудоумия большинства обывателей. Как изобразить глубокую душевную боль он не знал, поэтому просто представил, что некая медсестра ставит ему внутримышечно нестерпимый больной укол. «Как же я с вами согласна!» — пожирала его страстным взглядом Мира. «Иногда у меня складывается ощущение, что я осталась одна, что больше никого нет на этом свете, ни одной понимающей души. И тогда мне становится страшно. Но теперь я вижу, что не одна. Теперь мне есть ради чего жить». Лиша едва не вывихнула челюсть, борясь с зевотой. «Лиша-то не выспалась?» — заботливо осведомилась хозяйка. «Третьи сутки на ногах», — оправдалась та. «Я могу предложить вам остаться у меня на какое-то время. Вы отдохнете, а мы с Аликом пообщаемся. Я прочту ему свои лучшие стихи». «Было бы замечательно!» — Алик посмотрел на Лишу с умоляющим видом. Но умолял он ее не остаться, а сказать что-то убедительное, чтобы свалить отсюда поскорее. «Благодарю за приглашение, но нам нужно успеть соскочить обратно на Эрмунду», — ответила Лиша. «Был бы у нас экзокрафт, но Фархад теперь не в нашей команде». Очень печально погрустнела Мира, продолжая сверлить Алика взглядом. «Жизнь всегда распоряжается нашими судьбами не так, как бы нам хотелось». Тот постарался изобразить грусть так сильно, что едва не перестарался. «Давай поступим так», — предложила Лиша. «Ты поделишься с нами своими мыслями относительно того сигнала, а потом мы послушаем еще пару твоих стихов». «Этот сигнал был внезапен», — качнула головой Мира, «и очень могуч». «Не сомневаюсь, если даже Еловийская станция сгорела». «Фух, станция! У меня котлеты сгорели!» Я старалась, лепила, и тут этот сигнал. Даже волосы затрещали». «Что же за сволочь это сделала?» — сочувственно подвинулась к ней Лиша. «Знала бы, убила бы». «Вы знаете, какой я опасный человек?» — Мира прищурила Лиша. «Глаза и, приблизившись к Алику, взглянула на него снизу вверх. Она была ниже почти на голову». «Я могу убить». «Охотно верю», — кивнул Лалик. «Хотите проверить?» — «Не хотим». «Ну, как хотите». Мира Гор отвернулась и продолжила. «Что до того сигнала? Я, в общем-то, знаю, откуда он исходил, но не уверена». «Мы не требуем уверенности. Поделись предположениями», — спросила Лиша. «Нам очень важно узнать, откуда он шел». «Из ада», — зловеще прошептала хозяйка. «Вы верите в ад?» «Я верю». «Чтобы в него поверить, нужно в нем побывать». «Ох, как бы я вам этого не советовала. Вечные муки. Ммм, хотя...» «Говорят, что нестерпимая боль со временем превращается в наслаждение», — улыбнулась Мира. «Что ты видела там? Расскажи, — продолжала требовать у нее Лиша. — Как выглядел этот ад?» «В тот день я отдыхала. Жарила котлеты и писала стихи. На мгновение мне стало дурно, и я прилегла на кровать. Но облегчения не было. Наоборот, у меня начался жар. «Тогда я спустилась в ванную, чтобы умыться прохладной водой. Там, в ванной, я поглядела на себя в зеркало, и...» Она умолкла, губы задрожали, и на лице нарисовалась странная отрешенность. «И...» — Лиша сделала круговое движение рукой. «И увидела в зеркале лицо дьявола!» — скорчив жуткую мину, ответила поэтесса. «Так это он посылал тебе сигнал?» «Нет, Лиша! Но почему ты такая глупая?» — сердито топнула ногой Мира. «Ты что, правда ничего не понимаешь? Дьявол! Дьявол в зеркале!» «Это и была я! Я сам дьявол! А ваш дурацкий сигнал вообще был не в тот день! Зачем вообще про него вспоминать? Давайте лучше вернемся к поэзии!» «Сначала сигнал!» Лиша раздраженно глянула на инфоком Алика. «Расскажи нам о сигнале!» «Дался он вам, честное слово?» «Ну да, сигнал! Я жарила котлеты и писала стихи. А он нагрянул решительно и внезапно, как тот, первый». «Первый?» «Да, первый, разбивший мое сердце, оставшийся в прошлом. Тот, кого я до сих пор боюсь, но никак не могу забыть». Алик заметил, что глаза Лиши наливаются кровью, а зубы становятся коническими, как у ящера. Еще немного, и она сорвется. Положив свою руку ей на руку, он крепко сжал ее. «Успокойся!» Это помогло остудить подругу. Лиша тут же сделала глубокий вдох и успокоилась. «Послушайте, Мира, а ведь этот дьявол и первый, они же не просто так появились!» Ровным задумчивым голосом спросил Алик у хозяйки. «Разумеется, непросто!» Та возвела глаза к потолку. «О боже! Наконец меня кто-то услышал!» «Их принес тот сигнал?» Продолжал гнуть свою линию Дементьев. «Ну а кто же еще?» «Сигнал, который нес слова?» Слов не было. Ножи, только ножи. Они вонзались в меня, они убивали меня, они втыкались везде. Сюда, сюда, сюда. И все это было лишь потехой для меня. Для той, противоположной меня, что смотрела и ухмылялась. «Но, Мира, если вы были с той стороны, то зачем продолжали эту экзекуцию?» «Вы не понимаете, Алик. Она все решала за меня, она упивалась моей кровью. Мне оставалось лишь страдать, переживая о том, что утрачено безвозвратно. Раскаленный ветер рвал мою кожу. Всплески вонючей болотной жижи залепляли мои глаза. И белый дракон кружил над головою. Ветер был сухим или влажным, оживилась Лиша? Сухим. Горячим, как поцелуй дьявола. Зной настолько жарок, что воспламеняется даже воздух. Повсюду песчаные щупальца взвиваются к небу. И миражи рисуют вокруг пугающие картины. А болото? Какие они? Болота простираются дальше, в низине, где очень трудно дышать от газов, струящихся из земных пор. Там всюду ядовитая растительность, а со стороны топий доносятся постоянные бульканье, рычания и стоны. И спокойная трясина там словно живая. Она бродит и пузырится, как молодая брашка. И у нее очень странный оттенок. Желто-зеленый. Белый дракон живет на болотах? Не-е-е. Он живет на высокой-высокой горе. Его гнездо свита на самой вершине. Он прекрасен. И опасен, как первый. Все, мне надоело вспоминать об этом. Неприятные воспоминания возбуждают, но ведут к меланхолии. Лучше я прочитаю вам мой стих. Спасибо, Мира, но времени уже много, ответила Лиша. Нам пора уходить. Вы обязаны его услышать, настаивал Гор. Ладно, давай, только один. Жмет на звонок безнадежно, упрямо на лестнице. Выкурит целую пачку в подъезде и взбесится. Дура-любовь, как и прежде, желает довериться. Но не откроет никто и не пустит войти. Водка Распутин в бутылке мигает и лыбится. Стрелка старинных часов то поникнет, то вздыбится. Чёрная курица зёрна клюёт. Ей в министра не выбиться. В этом заброшенном доме меня не найти. И далее шло всё в том же духе. Лиша изъёрзалась, пока поэтесса читала своё длинное и заунывное произведение. Боцман уже откровенно дремал, навалившись ей тушей на щупленького Василия. А Алик всё пытался не забыть, насколько болезнен укол в ягодицу. Гостям уже начало казаться, что эта поэма никогда не закончится, но Мира всё же дочитала последнюю строфу и умолкла. — Браво! Божественно! — разом зааплодировали Алик и Лиша. — А? — проснулся Боцман. — Да, я вовсе не спал, я просто погружался в эту прекрасную фантазию. — На самом деле это не самое лучшее моё произведение, — лукаво ответила Гор. — Так, навеяно коротким мигом внезапной любви. Она игриво глянула на Алика, а затем прошла к окну. Откинула штору, поглядела на улицу и внезапно отшатнулась. — Ах! — Что ещё такое? — без особого интереса спросила Лиша. — Там первый, обхватив себя руками, произнесла Мира, дрожащий как осиновый лист. — Пётр первый, не выдержав, пошутнул Алик, подуставший от всего этого, и тут же получил тычок острым девчачьим локотком. — Всё, Мирочка, мы пошли. Как-нибудь ещё забежим, когда время будет. Стихи почитаем, баклажаны твои фирменные поеди. С этими словами Лиша подталкивала друзей к выходу. Мира стояла на одном месте, с закрытыми глазами, и вообще никак ни на что не реагировала. Убрав засовы, Лиша открыла дверь и поочерёдно вытолкнула спутников наружу, после чего вышла сама. — Ух, тут же привалилась она к двери. — Повезло-то как, я уж думал, что придётся ещё одно из стихотворений слушать. — На сегодня с меня достаточно поэзии, — Соловелла улыбался Боцман. — У меня чуть мозг не взорвался. — А где этот? — в недоумении крутил головой Дементьев. — Кто этот? — взглянул на него Лиша. — Ну, первый. И думал, что тут кто-то и вправду ходит по двору. — Да какой нафиг первый? Всё это бред. — Ладно, пойдёмте отсюда. Темнеет. — И вправду темнеет. Как-то уж больно быстро, — поёжился Боцман. — Эрмунда возвращается? — Не только. — Что значит не только? — Кажется, я понимаю, о чём она, — догадался Алик. — Я уже видел подобное в Дите, потом в Моасе, а потом на Терри Фоза. — В Дите оно нас почти накрыло. В Моасе наступало на пятки, на Терри Фоза лишь подступало издали. — Выходит, что мы отрываемся от преследования. — Пока что мы ускользаем, — ответила Лиша. — Но вечно это продолжаться не может. — Так кто же это за дрянь? Окно особняка распахнулось, крякнув сухими рамами и задребежав стёклами. В оконном проёме показалась Мира. Она сделала несколько глубоких вдохов, словно ей не хватало воздуха, после чего поглядела на путешественников, стоящих во дворе, и, указывая на кого-то пальцем, произнесла. — Я тебя знаю. Там, где ты, смерть летит, как новенький Плимут 1953 года. Затем она с грохотом заклопнула окно и задёрнула шторы. — Кого это она имела в виду? — спросил Алик. — Забей. Всего лишь цитаты из старого фильма, — ответила Лиша. — Уходим отсюда. Нужно возвращаться на Эрмунду. Солнце потускнело, подул неприятный ледяной ветерок, взбудоражив петви окрестных яблонь. Все четверо ёжися от холода поспешили обратно, туда, где приземлились, прыгнув с Эрмунды. Шагая мимо длинных клумб, богато засаженных бархатцами, старик Василий вдруг сбавил шаг и начал оставать от стальной группы. Первым это заметил боцман. — Преподобный, что с вами? — остановился он, дожидаясь пожилого товарища. — Идти тяжело. — Тссс! — шипнул на него тот. — Не шуми, громоглаз. Дай послушать. — Тут остановись, ушедший вперёд Лиша с Аликом. — Чего буксуем? — спросил Алиша. — Тссс! О лучезарный, я молю, не шуми. Взмахнул руками старец, тут же бухнулся на карачке, задрав костлявый таз и прильнув ухом к земле. Остальные тоже навостряли слух, но ничего, кроме ветра, шуршающего листвой, не услышали. Тогда Лиша на цыпочках подошла к старику и присела рядом на корточке. — Она всё ещё гудит, — прошептал Василий. Неровные вибрации лихорадят нутро этого мира, как болезнь, поразившая живой организм. Скверный цпополотли разъедает бусую мысь изнутри. — Я тоже чувствую нарушение во взаимосвязях изначального кода. Отсюда и лихорадка. Кастер был прав, суперсигнал действительно прошёл сквозь этот мирок и оставил след. — В таком случае зачем нам уходить отсюда? — произнёс Алик. — Может, следует попытаться как-то расшифровать этот след? — Я бы смогла это сделать, если бы создавала эту зуну. Лиша помогла Василию подняться. — Не зная основ структурной кодировки, обнаружить внесённые изменения нереально. Для этого нужна мира. — Ну тогда надо вернуться к этой мире. — Да, придётся выслушать ещё пару дебильных стихов, но вдруг мы получим от неё более внятную информацию. — Алик. — От мира мы больше ничего не узнаем. К тому же необходимую нить мы от неё уже получили. — Я, если честно, ничего не понял, — развёл руками Дементьев. — По-моему, она несла лютую дребедень. В этой дребедень открылась истина. Лиша пошла дальше по тропинке, увлекая за собой остальных. — Странно, что вы её не услышали. — Ну так просвети нас, непонятливых, — шёл за ней Алик. — Солидарен с Аликом, — добавил Боцман. — Мне тоже непонятно, почему ты так резко сорвалась с места. Я думал, что тебя от стихов того и глядит стошнит, потому ты умчалась. — Стихи тут ни при чём. Мира сказала, что прошла через ад. Сначала он был горячим, потом зловонным. — Скажи мне, Боцман, это преисподняя с щупальцами. Тебе ничего не напомнило? — Нет. Лиша обернулась к Василию. Тот поднял на неё глаза и произнёс. — КТФ Мерери. — Именно. КТФ Мерери. — удовлетворённо кивнула девочка. — Холера. Я что-то слышал об этом месте. Боцман почесал щёку. Кажется, оно редкостно паршивое. — Паршивое — не то слово. Это натуральная задница сатаны, — ответила Лиша. — Вечно пламенеющая пустыня, по сравнению с которой Дит — детская песочница. — Кто-то же додумался построить ретранслятор в подобной дыре, — удивился Алик. — Там нет ретрансляторов. Сама Зуна — один сплошной ретранслятор. Если, конечно, это вообще Зуна. А если не Зуна, то что это может быть, например? — Молва хоть всякая. К примеру, что это одно огромное существо, которое разрослось настолько, что вышло за пределы упорядоченной оболочки и создало собственный порядок. Некоторые говаривают, что это настоящий живой демон. — Ты его видела? — Нет. И надеялась никогда не увидеть. — Допустим, сигнал действительно шёл с Кэтэво, — хмурым бурчал Боцман. — Но это не значит, что он был источником. — Конечно, — ответила Лиша. — Он был всего лишь очередным хабом. — И мы узнали, что на него сигнал поступил с какого-то болотного мира. Эх, узнать бы, что это за болото. Не пришлось бы искать подробности на Кэтэве. Увы, под те определения, что сообщила Мира, подпадает как минимум полсотни знакомых Зун. А дурейших перебирать. — Ни один идиот не согласится ретранслироваться в Кэтэв Мерере, — качал головой Боцман. — Ни за какие коврижки. Туда бы даже Фархад не сунулся. — Значит, надо найти такого самоубийца. Они дошли до места приземления. Трава здесь до сих пор оставалась примятой. Все посмотрели на небо. Туда, где из-за горизонта, разгоняя клубящуюся мглу, надвигалась Армунда. Далекие водопады стали плескаться громче, постепенно поднимая свои потоки к небу. Пыль начала отрываться от поверхности легким туманом. — Сперва предстоит как-то объясниться с армундийцами, — сказал Боцман. — Представляя, какой шухер мы им устроили. — Не заморачивайтесь, — отмахнулась Лиша. — Я все разрулю. — А пока ждем, дайте-ка я кое-что гляну. — Произнеся это, она схватила Алика за руку и начала тыкать инфоком. — Да забери его, — тот стянул прибор запястья и отдал ей. — Хочу покопаться в базе зунопедии, — объяснила девчонка. — А вот это еще болотный мир, который нам нужен. — Копайся, копайся. — Вздрагивая на ветру, — ответил Алик. — Узнать бы еще, что это за белый дракон такой. — Чем удаленнее хабы, тем абстрактнее след у суперсигнала. — Возможно, нет никакого белого дракона. — Просто ассоциация с каким-то белым пятном, выделявшимся в третьем хабе. Искажение сигнала, пройдя через болото и КТФ Мерери, деформировали основополагающий образ, а больное воображение Миры дорисовало ему предельно инородные черты. — Опираться на это не стоит. — О, Боц, я тут нашла что-то похожее. — Нью-Луизиана, не она ли? — Не, — ответил здоровяк, — Нью-Луизиана в противоположном сегменте. — Зараза. Эрмунда уже почти полностью нависла над ними. Можно было различить мерцающие огни поселений в тени гусой мысе. — У меня плохие предчувствия, — сообщил Василий. — Да говорю же, не парьтесь, — не отвлекалась от экрана Лиша. — Что вы как маленькие? — Пока я с вами, все будет ништяк. И вообще, мы приземлимся совсем в другом месте. Там наверняка никто про наш прыжок еще не знает. Пока еще кто прыгал, мы будем уже в Елаве искать подходящих за крафт. — Готовы? — Алик, дай руку. Как только гравитационная сила потянула их кверху, они прыгнули и помчались обратно через мрак, полевые облака и листья. В глаза Алика тут же набилось пыль, но он все еще пытался что-нибудь рассмотреть в этой кутерьме. Лиша одной рукой держалась за него, а в другой удерживал инфоком, даже во время прыжка продолжая что-то изучать на экране. Это отвлечение не позволило ей заранее заметить растущую звезду в небе между двумя зунами. Дементьев же сразу обратил на нее внимание. Во время их предыдущего прыжка никаких подобных явлений не наблюдалось. Звезда оказалась маленькой кометой. Оказавшаяся маленькой кометой мчалась прямо на них. Она летела абсолютно бесшумно. Не успела Алика рта раскрыть, чтобы предупредить Лишу, как это стремительное небесное тело успело приблизиться на расстояние, при котором уйти от столкновения было уже невозможно. Лиша отвлеклась от инфокома слишком поздно. Комета ударилась в нее, оторвала от Алика и потащила дальше, постепенно превращая светящуюся точку. Остался лишь тусклый мерцающий хвост, удаляющийся в сторону бусы и мысли длинной поперечной линией. От сильного рывка Дементьева раскрутила волчком. Находясь в свободном падении, он никак не мог остановить свое вращение. Все мелькало перед глазами. Затем последовал неожиданный батутный тычок в голову, и это спружинила земля Эрмунды. И опять, никаких болевых ощущений, лишь инерционно продолжающаяся круговерть. — Алик! — Алик! — подбежал к нему Уотсман. — Ты цел? — Я — да. — А вот Лиша? — Что с ней произошло? — Вы видели это? — Видели. Это вообще ни на что не похоже. Ее как будто что-то уволокло. — Нам-то что теперь делать? — Уходить. По добру, по здорову. Пока местные не набежали. Они наверняка нас уже ищут. Приведя голову в порядок, Алик огляделся. Вокруг все еще было темно. Лишь где-то вдали светились огни какого-то города. — Сматываемся, пока темнота не ушла, — продолжал Боцман. — Нужно найти укрытие. С противоположной стороны от города уже разливалась заря от уходящей мыси. Иглы лучей били оттуда в разные стороны, дотягиваясь почти до места их приземления. До завершения затмения оставались считанные минуты. Троица поспешила прочь в поисках убежища. Но вокруг не было ничего, где можно было спрятаться. Хоть в песок закапывайся. — Вон там, — на ходу указывал здоровяк. — Кажется, враг. В нем и заляжем. Беглецы припустили ковражку с удвоенной силой. Даже старик спешил изо всех сил. Но добраться до укрытия им не удалось. Со стороны города длинной цепью быстро приближались какие-то крупные подпрыгивающие фигуры. Они явно заметили нарушителей и двигались уже целенаправленно к ним. Не успели, — остановился Василий, с трудом устанавливая дыхание. — Бежать бессмысленно. — Халера! — затормозил Боцман. — Ну что ж, будем надеяться, что нас не сразу убьют. Алик, раскрыв рот, глядел, как к ним приближаются грозные всадники верхом на гориллах. Могучие приматы, облаченные в специальные латы, словно заправские скакуны, послушно несли людей на своих шеях. Те, в свою очередь, были одеты в уже знакомые пятнистые халаты и длинные шапки, опускающиеся до носа. Для глаз в них были сделаны прорези. А в качестве оружия у них были длинные копья, раздвигающиеся, как спиннинги. Гориллы, угрожающие ревели и ухали. Добежав до беглецов, эта странная кавалерия взяла их в тесное кольцо и остановилась. Видимо, ради дополнительной деморализации они немного помедлили, дав своим скакунам страшно повопить и постучать себя лопищами в грудь. Тут даже и копья были не нужны. Сам вид огромных агрессивных горилла, окружающих тебя со всех сторон, уже деморализовывал по полной программе. «Вы, не шевелиться!» – крикнул один из всадников. И в мыслях не было, – ответил Алик, держа руки на виду. «Вы, прыжок, бусая мысь, сюда!» «Ну, допустим, и в чем дело?» «На бусой мысь никто нет! Человек – один экземпляр!» «Если вы иметь прыгать с бусой мысь, вы иметь прыгать с бусой мысь на сегодня!» «За о чем речь вообще?» «Что вы к нам привязались?» «Мы вообще из Елави, видите, у меня веночек на голове, тряпка эта!» «Вы, движение, прыжок, бусы и мысь сегодня!» – завопил воин, почти тыча в него острием копья. «Вы видеть сигнализация, баннер, подъем, предупреждение!» «Вы иметь обнаружение глаз, но прыжок, бусы и мысь групповое!» «Может прыгать последствия!» «Приобретение торнадо!» «Публично разрушение масса!» «Пятьдесят один жители не иметь вины!» «Травма!» «Восемь травм, тяжесть покупать!» «Вы иметь, осознаю, что иметь место быть вы творение!» «Уф, ну хоть никто не погиб!» – обрадовался боссман. «Послушайте, мы можем все объяснить!» «Мы не хотели!» «Молим о снисхождении!» «Вы определить преступное проявление тяжесть!» «Вы отправление суд Эрмигида взять!» Трое воинов вынули из-за спин свернутые сети и стали их быстро разворачивать. «Окститесь, неразумные варвары!» – вдруг вскринул руки Василий. «Мы есмь посланники Минхар Филаха!» «Мы есмь слуги Алхизид!» «Вы не имеете права!» Ближайший к нему воин беспардон наткнул старика в плечо, острием копья. Тот слабо вскрикнул и, схватившись за рану, присел на одно колено. «Ах ты сволочь!» Алик выхватил дробовик и навел его на обидчика. «Я, конечно, все понимаю, но разве так можно с пенсионерами?» Горилла одним ударом вышибла оружие из его рук, а затем, поднявшись на дыбы, обрушила на Дементьева оба своих карамадных кулака. В глазах бедняги вспыхнули радужные круги, и после он уже ничего не видел. Дона Эрмунди, Дона Эрмундани, Дона Эрму. Вековое достижение разум, вековое достижение мысль, вековое достижение воля. Кайты выше, ветер меняется. Кайты крепче, ветер свирепеет. Они увидят, они прилетят, они вкусят. Дона Эрмуни, Дона Эрмундани, Дона Эрму. Романдийская молитва. В просторном и прохладном офисном помещении играла легкая и расслабляющая музыка. Вокруг кипела работа. Всевозможные клерки бродили туда-сюда со стопками документов и папок. Мерцали экраны с графиками, калькуляциями и схемами. Двигаясь между разгороженными столами, молодой мужчина в синей униформе со светящимися значками вел за собой изумрудоволосую девушку в строгом синем платье, на котором перемигивались такие же значки. Мужчина выглядел расслабленным, спокойным и даже веселым. Из-за легкой улыбки, не покидающей его губ. Голубые глаза, похожие на пару цветных стекляшек, излучали разум и уверенность. Лицо чем-то напоминало манекен. Правильные пропорции, узкие скулы, острый подбородок, ровный нос. Пышная светлость шевелюры была уложена в стильную прическу. Ведомая же явно была чем-то напряжена. Она двигалась неуверенно, а мускулы на ее лице постоянно подергивались, словно эмоции пытались вырваться наружу. Девушка всем своим видом стелилась сохранить достоинство, не уступающее ее поводырю. Но некая внутренняя борьба сильно ей в этом мешала. Дойдя до комнаты переговоров, мужчина пропустил спутницу вперед, зашел следом, закрыл стеклянную дверь и опустил жалюзи. Затем он жестом пригласил ее сесть за круглый стол, а сам пошел к кофемашине. Усевшись, приведенная положила на стол инфоком и, дожидаясь пока ее коллега хлопочет, принялась задумчиво крутить в руках платежное кольцо, сорванное с пальца Алика Дементьева. Ореховый мокко, верно? Не оглядываясь мягким и вежливым голосом, спросил мужчина. Верно, ответила девушка. Тогда я тоже. Мне-то без разницы, ты же знаешь. Это ты у нас стал разборчивой в людских вкусах. Как тебе это удается? Долгая практика. Аппарат заурчал, потом зашипел, приятно запахло кофейными зернами. Наполнив стаканчики, мужчина в синем костюме вернулся к столу и протянул один собеседнице. Сэга, поблагодарила та. Ну что ж, теперь можно и поговорить. Уселся напротив нее улыбающийся коллега. Инвельд Аль Хизит. Инвельд Аль Лилат. Неужели нельзя было пригласить меня сюда, как как-нибудь поаккуратней, а не выдергивать вот так? Ну, выбор у нас невелик. Либо встретиться сейчас и здесь, либо чуть позже и на дознании Синодриона. Все так серьезно? Пока нет, но скоро может быть. Поэтому я ищу своим долгом обсудить с тобой некоторые аспекты твоей работы. Аль Лилат, я почти напала на ее след. По ее почти может устроить меня, Ал Хизит, но не устроит Синодрион. Они там ждут результатов. Санктуарии давят на совет. Серафимы на взводе. Все эти игры в индейских башков чрезвычайно раздражают мое руководство. Наше руководство. Ты слишком увлеклась своим расследованием и, вероятно, забыла, что оно всего лишь верхушка айсберга. Вся твоя инфильтрация, весь этот маскарад, приключения и страсти не проходит бесследно. Кто-то должен постоянно за это отчитываться, составлять рапорты, докладывать, объясняться. И эта ответственность всецело лежит на мне. Я это помню, Ал Лилат. И благодарю за то, что ты меня прикрываешь. Но мы делаем одно дело. Да, вот только делать его становится все сложнее. Результатов пока нет. А твои уши торчат из каждого нового донесения с полей. И прятать их от бдительных глаз начальства я скоро не смогу. Я пытаюсь сохранять статус-кво. Плохо пытаешься, Ал Хизит. За один только последний цикл ты умудрилась вляпаться в массу неприятностей. По твоим следам идут сумеречники. Тебя ищут все, кому не лень. А ты все лезешь и лезешь на рожон. Вывод во вне. Ведомственного элемента. Нелегальное проникновение в блокированный сектор. Циничный побег с контрабандистами. Ликвидация важного ведомственного элемента. Ликвидация специальных агентов. Провокация террористических актов и локальных зачисток. Массовая аннигиляция ведомственных элементов разных статусов. Теперь вот опять. Грубое нарушение внешней структуры, сопровождающейся острым, деформирующимися всплесками. Сколько еще это может продолжаться? Пока я не найду вид по полоталь. Сколько еще ты будешь ее искать? Столько, сколько нужно. Я регулярно отправлял тебе отчеты, Алалат. Но ты молчал. А теперь вдруг выдернул суда и пытаюсь что-то выяснить. Но вся информация, которую я могу тебе дать, содержится в моих донесениях. Там есть все, и добавить мне нечего. Ну конечно, донесения, кивнул Алалат. Я внимательно изучил твою билетристику. Легендарный Лаксед Саддав, пророчество Менхарфеллах, а вот да. Ренегатский сговор клирикалов Моаса, похищение запретного оружия и попытка массового геноцида с целью высвобождения сверхобъемов биоэнергии. Аж дух захватывает. Ну а дальше-то что? Есть ли хоть какие-то подтверждения твоей теории, что за всем этим стоит именно Ицпополотль или кем она себя там сейчас называет? Она уже знает, что мы напали на ее след. Она выходила с нами на связь. Лично. С кем это с вами? С тобой? Алхизит промолчала. Подними с земли в родные небеса, Алхизит. Суперсигнал зачарованные менталеры задумчиво крутил свою чашку Алалат. Дается мне, что ты сама уже начинаешь верить во все это. Ты слишком увлеклась своим внедрением и потеряла связь с реальностью. Сначала твоя уникальная способность проникать в их жизнь очень нам помогала. Но сейчас, когда ты стала невольно позиционировать себя как они, начались сплошные проблемы. Ты танцуешь на лезвии бритвы. Это неприемлемо. Сейчас не то время, когда мы можем выбирать приемлемость действий. Счет идет на часы. Все может рухнуть в одночастие. А ты решил соскочить Алалат? Ты уже говоришь как они. Отставив чашку, собеседник приблизился к ней через столешницу. Он все еще улыбался, хотя тон его стал гораздо жестче и раздраженнее. Ты нахваталась этих глупостей, как ветеринар-блох в обезьянем питомнике. Это уже не полная инфильтрация. Это заражение. Не заигрывайся, Алхизит. Молю тебя. Так не оставляй меня, брат. Я никогда не оставлю тебя. Высший разум тому свидетель. Раз уж мы взялись за это вместе, то и до конца останемся вместе. Твое отчаянное рвение спасти ситуацию и найти выход и стабилизировать состояние этой системы до сих пор вселяет в нас уверенность, что все еще можно исправить и починить. Именно ты вдохновила меня, Алъезеля и Аллилаха на эту авантюру. И мы не будем отступаться от тебя. Но мы не хотим допускать, чтобы твое безрассудство утянуло нас за собой. Мы готовы тебя отстаивать перед Синодрионом. Но когда Санктуарии призовут нас к ответу, нам придется отвечать. И отвечать мы будем вместе. И что будете делать, если этот день наступит? А я не допущу, чтобы этот день наступил. Аллеллат делал вид, что пригубил кофе. Поэтому ты и здесь. Я хочу тебя предупредить. Если все начнет заходить слишком далеко, я буду вынужден прекратить твою операцию. И Аллилах с Алъезелем меня поддержат. Они тоже считают, что ты начинаешь слишком увлекаться. Как именно вы меня остановите? Это не имеет значения. Главное, что мы не дадим тебе совершить неоправданную глупость. Мы следим за тобой, Алхизит. Ты дорога нам. Но нам также дороги и собственной репутации. Просто знай об этом и постарайся не подводить нас. Я никогда не подводила вас и не собираюсь. Знаю и верю. Но столь рисковый подход к делу может поставить нас всех под удар. Даже если ты сама того не желаешь. Не заигрывайся, Алхизит, не надо. Помни, кто ты и кто они. Они имеют первостепенную важность. Может быть, сейчас они важнее даже нас с тобой. Только он один. Да и то не факт. Задумчиво улыбался Алалат. Скажи, он уже догадался? Нет, пока еще нет. Я стараюсь этого не допустить. Он обязательно догадается и проснется. Хочешь ты этого или нет? Кто знает, кем он проснется в этот раз? Вообще удивительно, почему он до сих пор не проснулся и ничего не вспомнил. Им движут правильные мотивы. Потому что он все еще держится за легенду. Но сомнения точат его изнутри, а вопросы все больше не дают покоя. Рано или поздно он задумается над ними всерьез. Какие выводы тогда уходят? Куда он сделает? Куда эти выводы его уведут? Он уже знает, что его невозможно убить. Он начинает вспоминать свое прошлое. Реальное, а не то, которое мы ему дали. Он, как молодой волк, начинает с любопытством поглядывать в лес. Что помешает ему убежать? Ты? Ты не сумеешь. Этот орешек тебе не по зубам, как и мне. Что тогда делать, Алхизит? Только он сможет остановить ее. Ты знаешь, это прекрасно. Ну да, ну да. Я тебя породил, я тебя и убью. Но теории не всегда вяжутся с практикой. Не забывай о том, что мы сделали Алхизит. Мы вытащили из Нафталины чертовски опасный экземпляр. И запустили его в систему, как лесу в курятник. Сейчас он никто и звать его никак. Ему бы и остаться никем. Выбраковкой. Но ты своими действиями даешь ему второй шанс. Поднимаешь из грязи в князи. Оценит ли он это? Будет ли он нас слушаться? Сможем ли мы его контролировать? Не пожалеем ли? Не пожалеем, ответил Алхизит и разом, выпив кофе, продолжила. Он уже другой, более совершенный. Прошлое не испортит его. Теперь он сможет раскрыть свой потенциал в правильном русле. И я ему в этом помогу. Очень на это надеюсь. Алый лад улыбнулся еще шире. Ты сказал все, что хотел? Да. Можешь отправляться обратно. И прошу тебя, будь аккуратней. А у тебя, случайно, не найдется немного адаптивного камуфляжа? Нет. Жадина. Алхизит поднялась, отряхнула ноги чуть выше колен и, подмянув своему коллеге, развернулась на выход. Как не вовремя, Алый лад, как не вовремя. Где теперь искать моих друзей? Что с ними случилось? Только бы их не поймали. Минуточку. А ты как здесь оказался? Лиша. Плеядный контур Яловийского архипелага. 134-е мономорфное ответвление внешнего фрактального крыла. Темпоральный фрактал 10803. Поправка на Яловийский сегментариум. Регистр 431. Эрмунда. Черное море шуршало галькой невдалеке. Зонтик летнего кафе надежно прятал его от жаркого летнего солнца, которое пекло сегодня как-то особенно рьяно. Даже бриз, дующий с морских просторов, избавлял от жары лишь отчасти. Люди млели в шезлонгах, обмахиваясь веерами. Тоннами перерабатывали текущие по рукам мороженое. Хорошо, что он не чувствовал ни жары, ни холода. Ему было комфортно в любой обстановке. Успев забыть былые ощущения, сейчас он с удивлением взирал на полуголых курортников, ищущих куда бы спрятаться от вездесущего зноя. Обгорелые, как вареные раки, отдыхающие слонялись перед его глазами, глотая газировку и тараторя на все лады. Некоторые плюхались в соседние столики и тут же заказывали холодное пиво, минералку и все тоже мороженое. Заказчик пунктуальностью не отличался, опаздывая уже на 10 минут. И хоть он никуда не торопился, но задержка ожидаемого визави подмывала его принципиально встать и уйти прочь. В конце концов, кому это больше надо, ему или заказчику? От нечего делать он разглядывал яхты, причаленные у ближайшего пирса. Чуть дальше на набережной выступал фольклорный студенческий ансамбль, наряженный цыганами. В другой стороне расположились пестрые стенды лавочников, торгующих очками, сувенирами, цветастыми футболками, шортами и купальниками. В море прямо напротив кафе вальяжно неторопливо проплывал круизный теплоход. На небе было не облачко, но он знал, что к вечеру погода испортится. А вот и заказчик. Щупленький человечек в пепельном костюме, черных очках и фетровой шляпе с дипломатом в руках ловко лавировал между столиками, пробираясь все ближе к нему. Он коротко махнул ему, поприветствовав издалека. Человечек ускорил шаг, обогнул парочку хулиганищих детишек и, наконец, остановился рядом с его столиком. «Орликин, верно?» – на всякий случай уточнил пришедший. «Верно». «Добрый день. Я представляю интересы нашего общего знакомого. Я в курсе, чьи интересы вы представляете. Давайте скорее перейдем к делу, если вы не против». «Разумеется. Человек в шляпе уселся, скоренько вытер с олба под платочком и заговорщическим тоном продолжил. Ваши наниматели просили напомнить вам о величайшей важности этой услуги. Все мы служим равновесию и различаемся лишь способами его достижения. Но есть моменты, которые может обеспечить только специалист высочайшей категории и довольно узкой специализации. Нам порекомендовали вас в качестве такого специалиста. Вы ознакомились с материалами задания. Орликин кивнул. «Уничтожили их?» – он опять кивнул. «У вас есть вопросы?» «Ареопак в курсе?» «Нет. Все будет проводиться в рамках обычной регуляции ведомственных элементов». «Оборудование?» «При мне». Человек в шляпе раскрыл дипломата, взвлек из него маленький тюбик и тихонько протянул Орликину. Тот беглым движением схватил его и с проворством бывалого фокусника спрятал. «Еще вопросы есть, Орликин?» «Вопросов больше не имею». «Хорошо. Итак, выполните вашу задачу?» Орликин принялся загибать пальцы. Внедриться в группу ведомственных элементов. Обработать ведомственные элементы. Направить их в центр аномалии омикрон. «Все верно. Никакого сканирования. Никакого ментального воздействия. Работайте автономно, без привязки к центральному репозиторию. Вы ведь не на капитулярном дежурстве?» «Я уже сообщал свой статус. Протокол 24. Свободная охота». «Замечательно. В таком случае проблем быть не должно. Действуйте решительно. Как отработаете, свяжетесь со мной вот по этому номеру. И Орликин, не забывайте, от вас зависит многое. Обстановка в мире нестабильна». Собеседник вытащил из дипломата простенькую картонную папку. «Здесь досье на всех семерых. Ознакомьтесь». Орликин принял папку и начал развязывать веревочку. Неподалеку послышался звонкий смех, заставивший его поднять голову и посмотреть в том направлении. Около яхт появилась шумная молодежь. Сначала в поле зрения показались три навьюченные сумками девушки. Следом шли двое парней с коробками в руках. Их догонял третий, полнотелый парень с двумя большими пакетами продуктов. «Да, это они». Не оглядываясь на них, кивнул собеседник. «Ну что ж, честь имею. Мы надеемся на ваш профессионализм. Не подведите». Защелкнув в замки дипломата, он встал из-за стола, коснулся пальцем края своей шляпы, застегнул верхнюю пуговку у рубашки и быстро покинул кафе. Орликин в барабане пятерней по оставленной папке продолжал сканировать взглядом веселую компанию, столпившуюся на причале напротив яхты Гортензия. Из ее кабины выбрался молодцеватый гладковыбритый мужчина, который, поприветствовав пришедших, принялся помогать им затаскивать коробки на борт. Орликин спокойно раскрыл папку, извлек стопку досье и стал поочередно их изучать, исподволь поглядывая на своих подопечных. Информация усваивалась и моментально, стоило один раз пробежаться глазами по каждому листу. Набор ведомственных элементов не вызывал каких-либо сомнений, кроме последнего с кодировкой 8003-12-1, Вершинина Ольга Анатольевна. Слишком высокий процент человечности, охотиться на таких нельзя. Разумеется, формально он ни на кого не охотится. Однако даже косвенное влияние на элемент с таким высоким уровнем H может привести к очень тяжелым и неприятным последствиям. Потому-то эти скользкие типы из директории вышли на него, сами не хотят пачкаться. Этот аспект ему очень не нравился, но уступать он не собирался. Наоборот, его подстегивали эти игры с законом. Суметь пройти по краю тени и не засветиться, вот высший пилотаж. Новые чувства, новые ощущения. Когда риск в классическом его понимании перестал быть актуальным, а жажда адреналина осталась. Добыть его можно было только таким способом, дергая тигр за усы. А тут сразу двойная доза. Зловещий омикрон и запретный элемент. Ему дали спичку, которую нужно кинуть в цистерну с горючим. Редкая удача. Молодой человек, подал Орликин официанта с подносом грязной посуды. Да-да, остановился тот. Бутылку водки. Вот этой. Посетитель ткнул пальцем в меню. Самый дорогой. И счет. Водку. На секунду удивился официант, взмокший отбегать не по жаре. Хорошо. Сию минуту. Орликин продолжил пристально наблюдать за берегом. Цыгане на набережной отыграли и начали сворачивать свое оборудование. В другой стороне из примерочной кабинки вышла женщина, долго примерявшая купальник, и стала расплачиваться с продавцом. Время подходит. Ваша водочка, вернувшийся официант, поставил перед ним заиндивелую бутылку дорогой водки, а рядом поставил рюмку и пластиковый пенальчик со счетом. В такую жару крепкие спиртные напитки посетителями не востребовались до вечера, поэтому с утра водка успела идеально остыть в морозильной камере. То, что нужно. Орликин положил купюры в пенал, раскрыл большую туристическую сумку, лежавшую возле его ног, положил в нее бутылку и папку с досье. Пора. Трубите тушь. На сцене Орликина. Закинув лямку себе на плечо, он покинул кафе и ровным шагом направился в сторону лоточника. «Вы позволите мне воспользоваться вашей кабинкой?» мягко попросил Орликин. «А вы что-то хотите примерить?» пересчитывая деньги, ответила разовощенная продавщица. «Вы позволите мне воспользоваться вашей кабинкой?» утвердительно повторил мужчина, глядя ей прямо в глаза. Купюры так и остались недосчитанными. «Пожалуйста!» выдавила из себя женщина, словно парализована этим зловещим взглядом. «Благодарю. Вы очень любезны. Орликин вошел в кабинку и плотно задернул шторку. Там он снял солнцезащитные очки, положил сумку на лавочку и раскрыл ее. Сначала извлек водку, с треском сорвал бутылочную крышку. Распечатав бутылку, он взял тюбик с подозрительной жидкостью, которую незаметно влил внутрь. Хорошенько встряхнул бутылку и поставил ее рядом с сумкой. А из сумки стал поочередно вытаскивать одежду, парик и косметические принадлежности. Глядя в старое мутноватое зеркало, он надел поверх своей одежды яркий клоунский костюм с пышной бабочкой и принялся тщательно втирать в лицо белый грим. Затем подкрасил глаза жирной черной тушью, накрасил губы, изобразив широкую джокерскую улыбку и в довершении нахлобочил на голову раскидистый зеленый парик. «Лицидей готов к выступлению. Рукоплещите!» Убрав водку в сумку, новоявленный шут забросил ее на плечо, после чего, весело посвистывая, вышел из примерочной. Продавщица до сих пор сидела в оцепенении. «Мадам, на вас нет лица!» – поклонился ей клоун. «Вот, возьмите! И улыбайтесь! Улыбайтесь!» С этими словами он словно из воздуха вынул розу и протянул ей. Та приняла цветок и как-то дико, натянуто растянула губы в улыбке. Глупо подпрыгивая, Орликин приблизился к продавцу воздушных шариков, скучавшему с краю от лотков. «Фантастические шарики! Беру все!» «В смысле, все!» Тот едва не выпустил связку шаров из рук. «Ну вот эти все, что вы держите, я беру!» Клоун уже протягивал ему деньги. «Хорошо, держите!» Не верил в свою удачу торговец. Забрав шарики, Орликин на потеху публике, изображая, что те вот-вот унесут его в небо, проследовал до цыган, уже успевших упаковать свои музыкальные инструменты и оборудование. «Табор уходит в небо!» – расхохотался клоун. «Типа того!» – ответил студент в яркой красной рубашке, с уже проявившимися пятнами пота на спине и подмышках. «Сколько заработали, если не секрет?» «Бывало и лучше. Из-за этой жары меньше народу собираем. Вот если бы на вес какой был!» «А хотите подработать?» «Я не знаю, надо у руководителя спросить. Артур, эй, подойди!» «А в чем заключается работа, господин клоун?» – подошел очкастый руководитель, сматывающий провод. «Досущий пустяк. Отходите на пару десятков метров, исполняете одну единственную песню, получаете деньги и свободны. Согласны? «Только думайте быстрее, и мой клиент вот-вот отправится в дальние дали!» «Цена вопроса!» Руководитель передал провод коллеге. Орликин улыбнулся и вынул бумажу. «Я думаю, что водки надо было брать больше. Ну что это? Это вообще ни о чем!» – сокрушался Сергей Пантелеев. «Давайте пока не отплыли, я сбегаю до магаза и еще куплю». «Да куда нам еще?» – восклицала звонкоголосая Лидия Миронова. «Мы с девчонками особо не пьем. Генка, наверное, тоже откажется. А вам, я думаю, хватит и этого. Вот воды мы мало взяли. Лучше бы воду докупить». «Воды у нас? Залейся! Еще и сок есть!» – ответил Иван Бекашин. «Вован, он еще припер целую сумку!» «Обопьетесь!» «А это еще что за цирк?» «К нам что ли идут?» Все поглядели на причал. К ехте приближалась группа пестрых цыган с гитарами, ведомые чудным клоуном, несущим целую связку шариков. «Какой-то сюрприз, что ли?» – причудился Сергей. «Вов! Вовка!» «А!» – откликнулся толстый парень на противоположном конце гортензии. «Че там? Это не к тебе делегация?» «Дамы и господа!» – издали заголосил клоун. «Кто может ответить бедному клоуну?» «Не это ли яхта?» – принадлежит Владимиру Геранину. «Да, он владелец», – ответил Иван. «А что?» «Как бы нам увидеть дорогого именинника?» – приблизился к трапу Арлекин. Цыгане выстрелились за ним полукругом. «Вован, это в натуре к тебе!» – повторил призыв Сергей. «Поздравить тебя пришли!» «Давай, выходи сюда!» «Кого там принесло?» – спотыкаясь об сумке, толстяк вышел на нос о яхты. «Я что-то не понял юмора». Клоун, в руках которого уже был под нос с бутылкой водки и наполненный краев рюмкой, кивнул артистам и пошел к трапу. Музыканты заиграли на гитарах. Две цыганки в широких юбках порхнули вперед и, встав по обе стороны от Геранина, принялись пританцовывать и постукивать в бубны. Арлекин же, как можно аккуратнее, пошел по скрипучему трапу с подносом, подстроенный хор голосов. «Хор наш поет припев любимый, Вова Геранин, дорогой! Вова, 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 где бы найти такого? Вова, 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 пей до дна!» «Пей до дна, пей до дна, пей до дна!» – принялся скандировать клоун. Не цыгане подхватили его призыв. «Пей до дна, пей до дна!» Геранин застенчиво покосился на друзей. Те лишь улыбались и хлопали в ладоши. «Пей, что ты на нас-то смотришь?» – подбодрил его Пантелеев. Владимир взял рюмку, подергал кадыком и опрокинул под общие аплодисменты и скандирование. «С днем рождения!» Осушив рюмку, Геранин смочился и принялся дышать, как запалившийся пес. Из-за его спины, потеснив цыганку, вынурнула подруга Анастасия, которая заботливо протянула ему персик. Закусить. Толстяк с хлюпанем вгрызся в мякоть фрукты. «Это вам! Привяжите где-нибудь!» Ралекин протянул шарики Лиде и повернулся к цыганам. «А вы свободны, ромалы! Качуйте дальше!» «Папа устроил!» – спросил Геранину клоуна. «Вообще-то мне было невелено раскрывать секрет, но раз уж вы так проницательны, к чему увиливать?» «Он вечно придумывает какую-нибудь шляпу, думает, что я все еще малолетка». «Зря ты так, Вов! По-моему, оригинальное поздравление!» – робко возразила Настя. «Я тоже так думаю!» – поддержал ее Иван. «Крутецкий сюрприз!» И далеко не последний. Орекин, размахивая руками, начал из ниоткуда доставать цветы и вручать девушкам по очереди. «Вау! Да вы фокусник!» «Ой, моя любимая лилия!» «Та я летел, словно пластилин!» «Ой! А у тебя тут что?» «Клоун бесцеремонно залез в бекашню под светчатую майку, там что-то затрепыхалось, и наружу был извлечен белый голубь». «Эй, ты че делал? Че там?» «Охренеть!» Сперва возмутился, но тут же восхитился Ваня. «Шо он там у меня делал?» «Ведьмогнись делся!» – пошутил Орекин и выпустил голубя в небо. Все захлопали в ладоши. «Браво, браво!» «А у меня там ничего не спрятано?» Куражец подошел к нему Сергей, оттянув свою футболку. «Кажется, у тебя на носу кто-то сидит. Не шевелись!» Клоун с серьезным видом оглядел его лицо, потом резко зажал его нос в кулаке. «Ай!» – прогундосил парень. «Уже все, уже все!» Орекин медленно потянул его за нос, и все присутствующие с удивлением обнаружили, что тот вытягивается. Потом фокусник раскрыл пальцы и убрал руку, а нос у Сергея так и остался длинным и заостренным. Разумеется, он был накладным. «Это что?» – потрогал его Пантелеев. «Как мне теперь с этим жить-то, е-мое?» Под дружный хохот собравшихся, Орекин начал читать стишок. «Буратино с длинным носом подошел ко мне с вопросом. Как избавить этот нос, чтобы больше он не рос?» «Вы возьмите папиросу, приложите ее к носу, и все лишнее потом отрубите топором». «А, отвалился!» – оцепил фальшивый нос Сергей. «И без папироса обошлось. Да здравствует Сифилис!» «Блин, зачем оторвал?» – хлопнула его по руке Лида. «Он тебе так шел!» «Слышь, а ты только нас умеешь удлинять?» – спросил Ваню Орлекина. «А что тебе удлинить требуется?» – залилась смехом Лидия. «Видимо, то самое!» – басовито зажал Сергей. «Да я не в смысле!» «Да ну вас!» – смахнул рукой Бекаша. «Я вообще не о том, извращенцы!» Компания взорвалась новым приступом хохота. «Блин, ну вы даете!» Отсмеявшись, Вовка обратился к клоуну. «Спасибо, чувак, повеселил. Все было супер. Я доволен сюрпризом. А теперь давай-ка на берег. Нам пора отчаливать». «Видите ли, клоун степил пальцы в замочек и стал раскачиваться с носков на пятки. Ваш глубокоуважаемый отец велел меня развлекать вас три часа и оплатил все авансом. Поэтому я отправляюсь в плавание вместе с вами». «Как это с нами?» – опешил Геранин. «Поймите, мы не рассчитывали на дополнительного пассажира. Сергей вежливо попытался вытеснить клоуна на пристань. У нас тут свой тесный дружеский коллектив, понимаете?» «Прекрасно понимаю», – стоял на своем орлекин. «Но и вы меня поймите тоже. Меня наняли, и я обязан отработать». «Послушай, братан, а давай так. Ты спокойно уходишь, а Вовкиному батям об этом скажем, что ты был с нами, и нам все понравилось. И все останутся довольны». «Окей?» – предложил Бекашин. «Да, закивал Вовка. Обещаю, что папа ничего не узнает». «Нет, нет, нет», – ответил клоун. «Я не готов так рисковать. Если всплывет информация, что я взял деньги и не отработал, то я не только лишусь этих денег, но и получу серьезный удар по репутации. А это недопустимо. К тому же я всегда отрабатываю свои деньги. Это долг чести артиста. Думаете, я не понимаю, что мое присутствие вы не ожидали? И не особенно рады компании незваного чужака? Прекрасно понимаю. Но давайте все-таки поступим честно. Насколько мне известно, вы отправляетесь на прогулку с ночевой. До завтрашнего утра, кивнул Геранин. «А я буду с вами всего три часа. Остальное время вы проведете со своим тесным коллективом, как того и желали. Но за эти три часа я обещаю, вы не пожалеете о том, что приняли меня на борт. Я профессиональный тамада, иллюзионист и затейник. Я не дам вам скучать. Я завлеку вас по полной. Уж в этом не сомневайтесь». «Я не хочу из-за тебя возвращаться обратно через три часа», сложил руки на груди Вовка. «Вы не вернетесь», ответил клоун. «В смысле, не нужно будет меня возвращать на берег. У меня есть телефон. Я позвоню своему другу, который рыбачит на катере неподалеку отсюда и запущу торжественный салют, который укажет другу в моем местоположении». «Эй, нет, никаких салютов», подошел к ним крепкий моряк Геннадий Осипов, нанятый управлять яхтой. «Я отвечаю за противопожарную безопасность». «Все предельно безопасно. Это всего лишь сигнальная ракета», убедил его Аркликин. «Три часа веселья пролетят незаметно. Потом я вас покину. Тем более, что у меня сегодня на вечер запланировано выступление на корпоративе». «Да пусть останется», промурлыкала Настя. «Он классный». «Тамада лишним не будет». Тем более, на халяву кивал головой Иван. «Ладно тебе, Вован, дареному коню зубы не смотрят. Тем более, всего на три часа». Добавил Сергей. «Хорошо, хорошо, уговорили», сдался хозяин яхты. «Все, отплываем». «Генка, хватит телиться, отвязываешь в артовую». «Я и рад, что мы достигли консенсуса», погонился Аркликин. «Вы позвольте мне пройти в кабинку, чтобы подготовить свой реквизит». «Да, вон там, вход с той стороны», указал ему Геннадий. «Благодарствую». Клоун радостно насвистывая прошел мимо Ольги и Лидии. «По-моему, он немного странный», шепнула Вершинина подруге. «Чем-то напоминает Пеннивайза». «У кого?» «У клоуна из фильма «Оно». Еще книга такая была. Стивен Кинг написал». «А-а-а», вспомнил Миронова. «Да хватит тебе, обычный клоун». «По мне, так он на Джокера похож», услышал их разговор, стоявший неподалеку Иван. «Кажется, того и гляди, кислотой плеснет. Вот так». Иван Шутку брызнул на девчонок водой из бутылки. Те от неожиданности взвизгнули. «Ванька, дурак, ты че творишь? И так воды мало». Бекашин простодушно расхохотался. Швартовы уже были отвязаны. Со стороны кормы послышалось бормотание запущенного двигателя. Гортензия отправилась в свой последний путь. Алик проснулся. В голове все еще четко светилась картина прошлого сна. Но даже не успев до конца проснуться, он уже понимал, что видел вовсе не сон. Это был осколок его воспоминаний. Настоящего воспоминания. Мозг работал как на форсаже, выуживая и подставляя факты, доселе не имевшие объяснений. Он еще не понимал, где находится, но уже пытался отметить эти открытия, бормоча самому себе. Это все было взаправду. Я был там, на Гортензии. Я их видел. Орликин. Тот человек в Тессеракте тоже называл меня так. Почему Орликин? Почему я это забыл? Как все это вспомнить? Алик дотронулся до него большая пятерня боцмана. Ты бредишь? Очнись. Я видел, тот открыл глаза. Оказалось, что он лежит на животе в какой-то деревянной клетушке. Под ним колючее грязное сено. Потолок нависает так низко, что невозможно не только сесть, но и приподняться чуть выше, чем на локтях. Здесь можно было только лежать. Пост рано покачивается. Передней стенки у изголовья нет. Вместо нее был ряд вертикальных ребер между которыми могло спокойно пролезть человеческое тело, даже не задев их плечами. Но вылазить было некуда. Далее пол обрывался и простиралось широкое голубоватое море. Значит, они находятся в треме корабля. Вокруг с разных сторон слышали скрипы, стоны, проклятие и ругань. Повернув голову, Алик увидел лежавшего рядом боцмана. Голова мужчины была покрыта ссадинами. Боцман где? На их честнейшество пенициарном галеоне Армадур направляемся в Армигиду. Это провинция на крае Нермунды. Там находится тюрьма с аналогичным названием, рассказал Боцман. Нас что, посадят? Если повезет. Сперва нас ждет суд. И я все еще надеюсь, что из-за отсутствия жертв мы сможем добиться смягчения приговора. Ну а если не повезет, то давай не будем заранее отчаиваться. И без того на душе хреново. Кстати, давай потише говори, стараясь поменьше ерзать. Пока нас считают битыми, мы можем тут спокойно лежать. В ответ на его слова, где-то совсем рядом, в тремя огромного судна, послышались гневные крики, гулкие удары и умаляющие вопли избиваемого. Кого-то волокли наверх. Что значит считают битым? В полголоса спросил Алик. Мы на нижнем ярусе, на который своими ногами не приходят. Сюда притаскивают те, кто ходить уже не в состоянии, либо сильные сбитые, либо потерявшие сознание. А остальных куда? Боцман потыкал пальцем наверх. Слышишь? Плетки хлопают. Они там, сидят на веслах, грибут до потери сознания. Тех, кто остался без сил и не реагирует даже на побои, притаскивают сюда. А чухавшихся же забирают отсюда наверх. Поэтому прикинься шлангом и лежите их тихо, если не хочешь присоединиться к дружникам Ани Грибцов. А ты-то как здесь оказался? Тебя били? Ну я, когда это чертово шимпанзе начал от тебя дубасить, я не выдержал, сбил наездника на землю и пару раз ему нахлобучил для ума, прежде чем меня самого повалили и начали лупить. Лупили хорошо. Через полминуты все дерьмо из меня выбили. Очнулся уже здесь. А Василий? Себенул Салик. Что с ним? Он лежит с тобой рядом. Дементьев обернулся и увидел бесчувственного старика, лежавшего к нему спиной. Василий дышал, значит был жив. Его одеяние успело сильно пропитаться кровью. Не тормоши его, пусть отлежится, просил ботсман. Раны не опасные, но для старика существенные. Ему нужно долго восстанавливаться. Вот же бляпались. Алик полежал немного, не шевеляясь, затем чуть подтянулся вперед, высунув голову за пределы борта. Дышать здесь было полегче, но все равно создавалось впечатление, что воздух пресыщен туманной сыростью. Оказалось, что поверхность моря расположена чуть ниже киля корабля, который не плывет, а летит над водой, опираясь не на ее толщу, а на плотный воздушный слой, лежащий на морской глади. Наверху, где располагались грибные деки, словно длинные пахалы, двигались в такт весла веера, толкающие галеон вперед. Положив подбородок на самый край борта, Алик стал рассматривать море, над которым они прилетали. Море было мелким, не более двух метров в глубину, и прозрачным, как хрусталь. Сквозь стеклянную воду можно было разглядеть коралловое дно, усыпанное всевозможными ракушками. Сначала вид напоминал огромный аквариум, простирающийся внизу, но затем, под водой, появились остатки руин. Поваленные колонны и статуи, заросшие гребешками ступени. Некоторые обломки колонн приподнимались над поверхностью, торча то тут, то там, словно кладбищенские надгробья. А среди обломков этой затонувшей цивилизации стало попадаться все больше и больше костей оружия и доспехов. Уже и дна стала не видна из-за сплошного слоя щитов, панциря, шлемов, копий. По всей этой чудовищной свалке ползали мелкие зеленые рачки. Корабль скользил все дальше и дальше, а поле брони не заканчивалось. Его вид завораживал Алика и в то же время наводил на странные раздумья. Нет, его не интересовали ни история этого места, ни причины былой баталии. Он вновь вспомнил свой минувший сон и углубился в его анализ. Память все еще была закрыта на замок, но появились щели, через которые можно было заглянуть внутрь этого сейфа. Между ложной жизнью следователя-спецслужбиста и истинной жизнью простого советского ребенка простиралась загадочная терра инкогнито. Сумеречная жизнь, в которой он был орликином, клоуном-убийцей. Хотя почему убийцей? В своем сне воспоминаний он никого не убивал, а странное вещество, которое ему дали, вряд ли было ядом. Его задача была не убить этих ребят, а лишь изменить курс яхты, направить ее в какую-то аномалию. Зачем это нужно? Что это за аномалия? Почему именно эти ребята? И почему именно он должен был это сделать? Все эти вопросы не давали Алику покоя, но самый главный и самый мучительный вопрос, терзавший его, был связан с непосредственным статусом орликина. Дементьев подозревал, что орликин является преступником, и это подозрение вызвало самое большое мучение. Ведь всю свою сознательную жизнь, по обе стороны от темного пятна, Алик был законопослушным и добропорядочным человеком, презиравшим преступность всеми фибрами своей души. Благо произвол начала 90-х способствовал этой ненависти как нельзя кстати. И он бы ни за что не сошелся со своего пути и не поступил со священными принципами, променяв самое дорогое, что у него есть, убеждение, на какую-то сомнительную выгоду за чертой закона и порядка. Он бы не пошел на это даже под пытками. Так что же его изменило? Как он превратился в злобного орликина? А может, орликин вовсе не был злобным? Тут он вновь сконцентрировал свой взгляд на морском дне и с удивлением обнаружил, что теперь там в перемешку лежат тела воинов, выглядящие так, словно их убили пару минут назад. Некоторые застыли, вонзив оружие в своих врагов, таких же мертвых, как они сами. Некоторые сцепились мертвой хваткой, да так и застыли. Из-за погружения в свои мысли Алик так и не понял, когда появились эти тела. Еле же они успели преобразиться, пока он копался в своих воспоминаниях. — Я придумал, я придумал, — зашевелился старик, новые, новые строки. Ты, алхизит, воздвигнешь крест над прахом четырех невест, не сделавших прощальный жест, свершив свое предназначение. Они не пройдут через тебя и сгинут в пепле бытия, а ты, воскреснув из огня, вернешься в новом облачении. — Потише, преподобник, — зашипел мне Алик, — я не хочу из-за ваших стишков сидеть на веслах, — Алик верно говорит, — добавил Боцман, — нам лучше не выдавать себя. Возможно, Василий понял их озабоченность, потому что тут же умолк, и Алик, успокоившись, опять свесил голову за оборот. Наши кайты легки, наши трещотки неумолкаемы, ветер будет всегда, чем выше, тем больше ветра. Они услышат, они прилетят, хозяева небес, Дона Эрму, взываем к вам. Призыв к кородактиле Эрмегитской стаи. — А ты как здесь оказался? Какого хрена ты тут делаешь? — с раздражительным удивлением вопрошала Лиша. — Не слишком ты вежлив о приветствии, э? — навстречу ей шел Фархад с развивающимся на ветру краями клетчатой куфии. Он не поленился подняться на крутую гору, где и обнаружил девушку на самом краю бездонной пропасти. — Зачем ты пришел? — отвернулся Лиша. — Мы же, кажется, разошлись каждый по своим делам. — Ты обиделась, да? — подошел к ней пилот, виновато поглаживающий воротку. — Я не хотел обижать, правда. — Не обиделась. — Ты сделал выбор. — На что тут убежаться? — Сейчас ты зачем пришел? — Ну, я подумал, может быть, еще немного с вами потусоваться, а там, глядишь, и до Ботсмана дойдет понимание, куда он вляпался, и этот дурень сдернет от вас обратно в мой экипаж. — Ботсман не оттупится. — Он не такой вертихот, как ты. — Поэтому не трать на нас время, а лучше ищи нового штурмана в Елавии. — Этих еловийцев еще переучивать задолбаешься, чтобы хотя бы говорили нормально, а не в рифму. — Переучишь, не развалишься. — А Ботсман к тебе все равно не вернется, пока мы не закончим нашу миссию. — Если он не передумает, Пархад развел руками и вздохнул. — Тогда я останусь с вами до конца вашей миссии. Каней на переправе не меняют, хотя чую, что эта поговорка как-то не особенно подходит в данный момент. — Лишь опять обернулась к нему. — Хочешь опять присоединиться к нам? — Хочу. — Пархадик, у нас море проблем. С каждым фрактоциклом становится все сложнее. Впереди ждут тяжелейшие испытания. — Могу ли я быть уверен, что ты не сделаешь кинтушами и не бросишь нас в самый ответственный момент? — Пая, сестренка. — Я, конечно, испытывал, ну, там, сомнений и все такое. Думал, что нужно завязать с вашей шизанутой Одиссией. Такое было, не спорю. Но я еще никогда, слышишь, никогда не бросал вас в беде. И не брошу. Слово мужчины. Лишь я посмотрел куда-то вдаль, ничего ему не отвечая. — Ты мне все еще не веришь? — не выдержал Фархад. — Адалиска на ходу? — спросила та. — Я не успел ее отремонтировать полностью. Боялся, что вы далеко перенесетесь. Но транслироваться она может куда скажете. По крайней мере, в один конец точно. Если время еще есть, можно закончить ремонт полностью. Ну, а если нет, то зови ботсмана, Алика и преподобного. Мы стартуем через стандартные полчаса. — Они пропали, — ответила Лиша. — Как? Что значит? Опять? — На этот раз все может быть гораздо хуже. Мы прыгали на бусую мысь и подняли здесь бурю. Во время обратного прыжка нас разделило. И теперь я не знаю, где ребята. Хорошо, если прячутся где-то. А если их схватили ирмундийцы? — Если их схватили, то дела плохи, — опечерился Фархад. — Я слышал, что с преступниками на Ирмунде разбираются очень жестоко. — Вот-вот. — Но мы их обязательно найдем. Я вычислил сигнал с инфокома Алика и узнал, что он прячется где-то близко. — Угу. Лиша показал ему руку с инфокомом. Ну, по крайней мере, это помогло мне найти хотя бы тебя. Мы отправимся в поселение Эрмагль, что расположено в низине. Там у них что-то типа столицы. Если где-то и в курсе самых свежих новостей, так это там. Ну, а буря от прыжков сейчас, без сомнения, на первых полосах газет. У ирмундийцев нет газет. У них, знаю, это была метафора. Идем вниз. Нужно как можно скорее найти информацию. Галеон Эрмадур, похожий на огромную золоченую шкатулку с парой параллельных мачт, увешанных флажками и воздушными змеями, помахивая веслами-апахалами, как толстая сорконожка, неспешно поворачивал в сторону широкой Эрмегидской бухты. По обе стороны бухта вклинилась в море протяженными острыми мысами, венчавшимися двумя высокими маяками, выполненными в виде грубоватых статуй. За пристанью начиналась шумная Эрмегида, уходящая высоко в гору разнокалиберными домишками, не более двух этажей. Туда же тянулись высокие вехи с натянутыми на них тросами, по которым туда-сюда, словно по канатной дороге, друг за другом передвигались небольшие клетки. По левую руку можно было видеть высокий пик Эрмадона, где на пологом скате ютилось поселение аборигенов Эри, славящихся изготовлением декоративных статуэток и экзотических дудок-матмот. А прямо по курсу выселась не столь высокая, но гораздо более кряжистая и протяженная гора Эрмегиль, которая одним лишь своим названием вызывала отрыг не только у эрмундийцев, но и у многих чужаков, познавших ее дурную славу. Дело в том, что за привалом Эрмегили находилась огромная подземная тюрьма с каменоломнями. Исправительные учреждения, давным-давно созданные хитрым и безжалостным ученым. Заключенных там никто не заставлял работать, но за ними постоянно следили призрачные повара, загадочные механизмы, вырабатывающие питательную смесь из породы, раздробленные до состояния песка. 100 килограмм этого каменного крошва призрачные повара каким-то мистическим образом могли преобразовать в грамм питательной пасты. Единственная пища заключенных. Чем больше ты надробишь камней, тем больше пищи получишь. Заставить другого добывать себе пищу нельзя, так как вся работа фиксируется поварами, и питательная паста изготавливается под индивидуальный организм. Для всех остальных она является ядом, который не убивает, но причиняет массу страданий. Поэтому работать приходится всем без исключения, иначе голодная смерть. Но даже эта безрадостная перспектива казалась не столь плохой по сравнению с тем, что ожидала приговоренных к смерти. Для них было создано некое лобное место на вершине Армигили, где проводился регулярный праздник торжества правосудия, завершающийся ритуальным кормлением кородактилей. Но если обычные рмундийцы кормили своих священных ящеров мясом, привязанным к воздушным змеям, то во время торжества правосудия им скармливались те, кому повезло слопотать высшую меру наказания. Один. Готов. Взять. Очнуться. Закаркал где-то в центральном проходе голос конвоира. Нет, нет, пожалуйста. Заключенный, лежавший рядом с Василием, безбомощно закреп ногтями по доскам бороздя сена. Я не могу. Но его за ноги выволокли назад и потащили наверх по лестнице. Имеется необходимость... Два еще. Конвоир, движущийся вдоль рядов, начал ощупывать босые ноги Василия. Очнуться, но плохо. Слабость не брать. Алик замер изо всех сил, изображая полную бессознательность. Но чьи-то грубые руки прошлись по его икрам куцапами пальцами, а затем, ухватив защиколотки, потянули назад. Два. Готовность. Принимать. Конвоиры в золотых масках и остроконечных колпаках безо всяческих усилий встряхнули его, словно щенка, и не дав упереть ноги в пол, полулакли за собой. Сначала по коридору, между четырехъярусными лежаками, потом на лестницу. Кто-то схватил его за шиворот поднял на верхнюю палубу, где гремел барабан, и щелкали бичи. Смрад здесь стоял еще гуще, чем внизу. Заключенные сидели по трое, монотонно тягали длинные жерди, весело пахал. Надзиратели прохаживались вдоль лавок, то и дело раздавая им удары плетками. Туда, крайне место, на секунду мелькнул, передалекам один из них. И сильные руки поволокли его дальше. Навстречу двое руслых ирмундийцев протащили бесчувственное тело, исполосованное плетками. Здесь место. Дементьева пихнули на лавку рядом с двумя измученными грибцами. И ему тут же прилетела оглобля весла по зубам. Дьявол! Алик тут же уперся в нее руками и принялся грести, хотя больше усилий приходилось тратить не на саму греблю, а на то, чтобы весло больше не ударяло его по лицу. Прекращение! Барабан умолк. Весла остановились на взлете. Швартование! Ё-моё, повезло-то как! Обрадовался Алик. Сидевший рядом с ним парень и бессильно повис на весельной жерди. В маленьком оконце через крепление уключенной Алик разглядел берег с портовыми постройками. Галеон прибыл в пункт назначения. Команда начала поднимать заключенных и группировать их по пять человек, а затем уже погруппно выводить на верхнюю палубу для выгрузки. Наверху их прогоняли между металлическими решетками на нос корабля, над которым торчало что-то среднее между стрелой крана и циркулярной пилой, у которой вместо пилищего полотна крутился металлический трос, натянутый на блоке, а вдоль этого троса были прицеплены крюки, которым подвешивались клетти. Узников по пять загоняли в клетти, запирали и цепляли к очередному подъехавшему к палубе крюку, который утаскивал их на берег. Вместе с Аликом оказалось четверо каких-то совершенно незнакомых людей, где боссмана Василий он не знал. Дверцу клетти заперли на замок, после чего она сильно дернулась и зацепившись за движущийся крюк и стала раскачиваться. Пришлось ухватиться за решетки, чтобы не упасть. Примитивный транспортер пронес их над домами к вышке, расположенной за зданием порта, где неведомый механизм перецепил клетти на новую транспортировочную линию, уходящую еще дальше и еще выше. Внизу поплыли домишки с красными крышами, колючие деревья и полосатые огороды. Расписные змеи, прицепленные кровлем, парели, чуть не задевая днище движущихся клеток. Воздух становился все чище и прозрачнее. Затем они миновали очередную сочленительную вышку и еще одну. Теперь вместо домов внизу были только скалистые уступы. До земли метров сорок. Стоило сорваться со скрипучего крюка и конец. Трос упорно тянул их дальше. Вот новая вышка, притулившаяся на крошечном пятачке плоскогорье, а дальше, за глубоким провалом, начиналось длинное плато, где раскинулось что-то вроде театра под открытым небом, куда постепенно стекались люди, поднимающиеся по лестницам или на фуникулерах канатной дороги, расположенной чуть в стороне от грузовых транспортерных линий. Обстановка выглядела празднично. Все было украшено флагами, воздушными шарами, флюгерами и вездесущими змеями. Играла странная музыка, больше похожая на нестроенные кваканье ансамбля огромных жаб. Клеть подползла к очередной вышке и дернулась и скачив с крюка. С грохотом она упала на дощатую платформу и тут же баграми была оттащена в сторону. Эрмундийцы, одетые во все черное с конусами на головах, открыли замок и начали вытаскивать заключенных. Шевелиться быстро, давать шаг, орали они, толкая людей друг за другом по шатким подвесным мосткам. Благословенная земля Эрмунды, сколько бед ты перенесла, когда сырая пелена мета тумана не достигла лишь самые высокие пики, ты выстояла. Когда погибли почти все твои леса, почти все твои стада, почти все твои люди, ты выстояла. Когда пришли и воцарились жестокие ларийцы, ты выстояла. Когда освободительная война охватила твои опустошенные поля, ты выстояла. Когда беззаконие пыталось вытеснить закон, ты выстояла. Укрытое крылом кородактиля Дона Эрма и выстоишь вовек. Воззвание Дона Эрмундари. Я поправился еще сильнее. Мантия стала впритык. — ворчал верховный пенитциарий Утхарш. Распоряжусь пошить новую, поспешил с предложением его помощник по имени Хуаджин. — Не надо, это мне стимул. Больше ходить, меньше жрать. — Ой, так сурово к себе. — Оно и видно. Расползаюсь, как бора в груг с бегуда. Это не дело. — Где моя колотушка? — Ах, вот она. — Парик? — Он на вас? — Точно. — Я готов. Народ собрался? — Еще много свободных мест. Присяжные зрители прибывают. — Тогда подожду. — Все настроили? — Да. — Да. Штоки подняты, кайты запущены. Мясо для приманки обработано пахучими маслами. — Трещотки стоят на стопорах. — А подсудимые? — Армадур причалил совсем недавно. Разгрузка проводится в спешной порядке. — Но мы успеваем. Первая группа уже на плато, готова к суду. — Много? — В этот раз очень. Но в основном обвиненные по незначительным статьям. Для большинства путешествие на Армадуре уже сойдет за наказание. Серьезных преступников, к сожалению, маловато. — К сожалению, смуглое лицо Утхарша вытянулось от удивления. — А что в этом плохого? — Уровень преступности падает, значит, мы не зря едим свой хлеб. — Да, но с кем остается проводить ритуал Дона Эрмуни? Собравшийся народ жаждет зрелища. Многие преодолели три тысячи ступеней своими ногами, лишь бы добраться до суда. Они будут сильно разочарованы. — Досточтимый Хуаджин, не забывай, что Дона Эрмуни — это не жертвоприношение и не колизейное представление. Это всего лишь исполнение приговора. — Люди идут сюда не за кровавым зрелищем, а за торжеством возмездия. И я не хочу, чтобы Дона Эрмуни превращалась в гнусный аттракцион. — Конечно, ваше честнейшество. Вы, безусловно, правы. — Разумеется, прав. — Крутился перед зеркалом Верховной Пеницарии. — Нет, все-таки я разжирел. — А те, кого обвиняют в тяжелых преступлениях, в каких именнох преступлениях их обвиняют? — Есть убийцы, насильники, рецидивисты, пара крупных казнокрадов, разбойники с большой дороги. — Разбойники — это та самая банда Щербатого Снура. — Да, большая часть выходца из Эри. Некоторых мы уже ловили, но отпустили из-за малости лет. Теперь прощения им не будет. — Да и повзрослели они, заматерели, много душ загубили. — Я слышал, что в этот раз и сам Снур не ушел от облавы. Попался Лиходей. Теперь ему придется отвечать перед Великой Стаей. Но Щербатый Снур — это не единственный сюрприз на сегодняшней церемонии. — Из Эрмулани нам доставили троих прыгунов. — Да, на Эрму, неужели это те самые прыгуны, что подняли чудовищный смерч, разрушивший половину Эрмулани? — Они самые, — радостно закивал Хуаджин. — Обычно ловля прыгунов — дело непростое. Приходится отправлять десятки официальных запросов, подключать чужезунных сыщиков, требовать выдачу. При этом далеко не все зуны готовы их выдать, предпочитая судить на своей территории. А эти остолопы сами запрыгнули к нам обратно и были тут же схвачены. — Может, это была случайность, и они вернулись, чтобы добровольно сдаться? — Сомневаюсь. Тем более, что при задержании они оказали сопротивление и были немного помяты. — Кто же эти наглецы? — Чужаки, изобретшиеся с Елавией во время слияния. — Елавийцы? — Нет, пока не удалось выяснить, откуда конкретно они прибыли. — Дорог, гном, терпеть не могу этих чужаков, особенно их корявый язык. — Они говорят, как машины, переводящие человеческую речь с чужого языка, будто издеваются, это ужасно раздражает. — Как раз таки в этом и нет их вины, — улыбнулся Эудхарш. Эудхарш — это особенность унилингвы, нашу речь они тоже воспринимают криво, вот прыжки под запрещающими баннерами — это действительно серьезный простопок, заслуживающий строгого наказания. Но мы должны быть непредвзятыми, эрмундийцы всегда были суровы, но справедливы, потому и выжили, судьба нарушителей будет решена цивилизованным судом присяжных, так и никак иначе. Все равно их судьба предопределена, среди присяжных зрителей очень много эрмуланцев, они ждут не дождутся, когда свершится справедливая кара. — Эрмуланцы поспешили прийти сюда вместо того, чтобы поскорее заняться восстановлением своих разрушенных жилищ? Мне непонятна их логика. — Жажда возмездия у них сейчас преобладает над всеми прочими нуждами, и я, как выходец из эрмулани, разделяю их праведный гнев. — Когда судейская коллегия вышла на улицу и направилась в сторону трибуны, музыка умолкла, а многочисленные зрители поднялись из своих сидений и подняли обе руки вверх, приветствуя важную процессию. Судьи расселись по своим местам, Верховный Пендициарий сделал жест, позволяющий людям сесть, затем он начал приветственную речь. Почтеннейшие зрители-заседатели сегодняшней законотворческой церемонии. Я рад приветствовать вас на этом священном плато. Приветствую присяжных зрителей, пришедших со всех краев священной Эрмунды. Приветствую арбитров Великой Елавии. Приветствую юстициариев Птичеклетки. Приветствую наблюдателей Граптолора. Приветствую инквизиторов Диадемы Лоры. Приветствую соглядатаев Митридалии. Приветствую экстратуристов Мааса. Приветствую эрмундистов Виконии. Приветствую журналистов Интерзунной Лиги. Приветствую остальных гостей. Добро пожаловать на суд, и да будет он справедливым. Собравшись и дружно принялись встречать специальными трещотками, которые им раздали при входе на церемониальную площадь. Уткарж стукнул колотушкой по столешнице, приказав собравшимся соблюсти тишину. Начнем заседание. Досточтимый Жангпуху Аджин, распорядитесь привезти первого подсудимого. Сутолочная и грубая сортировка завершилась. Алика затолкали в тесную клетку, где битком сидели еще 12 человек. Вернее, сидеть там было невозможно, и все стояли плотно, словно карандаши в коробке. Остальных пленников, хоть и связанных по рукам и ногам, разместили не в клетках, а прямо на земле, за деревянным забором и гараживающей площадь. По краям их контролировал десяток надзирателей. Дементьев стоял возле решетки, и хоть его сильно вдавливало в нее, зато можно было видеть, что происходит на площади. И даже за ней, на возвышении с ритуальными мачтами. А также из-за раскатистого горного эха было слышно каждое слово судейской коллегии и присяжных. Начался суд, во время которого подсудимых по одному, реже по двое и по трое, выводили на площадку между зрительскими креслами и судейской трибуной. Затем зачитывали их обвинения, заслушивали самих обвиняемых, выдвигали аргументы в их оправдании и, наконец, проводили голосование заседающих. По итогу которого судья выносил приговор. Этот судебный процесс был довольно странным, без прокуроров и адвокатов, без дополнительных совещаний и прочих атрибутов традиционного суда. На каких конкретных основаниях принимались вердикты, Алик так и не понял. Сперва судили те, кто находился вне клетки, то есть повинных в легких преступлениях. Очень многих отпускали прямо из зала суда, если эту открытую площадку можно было назвать залом. Большинство из оправданных не могли сдержать эмоции и откровенно плакали от счастья. Тех, кому повезло меньше и кого признали виновными, уводили в сторону противоположной вышки, транспортирующей их в тюрьму, находившуюся в глубине ущелья. Посудимых было очень много, и Алик не сомневался, что до конца дня их всех осудить не успеют. Но он ошибся. Количество сидевших за забором редело буквально на глазах. Странная армундийская судебная машина работала как конвейер, вынося приговоры направо и налево. Только и было слышно, как колотушка главного судьи долбит по столешнице. Некоторым людям выносили приговор буквально за пять минут. Глашатай проговаривал короткую фразу, подсудимый что-то невнятно отвечал, затем был шорох стеклянных шариков, катящихся по трубкам от каждого присяжного, и довершал все громкий голос судьи, выносящего приговор. На эту процедуру зачастую отводились считанные минуты. Можно было сделать вывод, что процесс этого заседания был либо вышкален до идеала, либо являлся обычной фикцией и проводился сугубо театрально. В итоге из всей массы людей, обвиняемых в нетяжких преступлениях, только двое, двоих не отпустили и не отправили в тюрьму, а отвели на возвышение и оставили возле мачт под надзором солдат. Солнце нехотя валилось за горные зубцы, когда очередь дошла до тех, кто сидели в клетке. К тому моменту Алик уже не чувствовал половину тела, настолько все затекло и подверглась онемению. Когда из клетки выволокли троих, сразу стало немного полегче. Уже можно было хотя бы слегка изменить положение тела, наладив кровоснабжение. Выяснилось, что вместе с Аликом сидел коагулянт. С него сорвали маску, открыв смуглое лицо. Фанатик бесконечно повторял какую-то мантру, пребывая в подобии транса. Его забрали следующим. При этом суд над ним был проведен в самые рекордные сроки, буквально за минуту. Лишь только увидев черное коагулянтское одеяние, присяжные начали бросать шарики в желобки, а судья, не дождавшись подсчета голосов, отстучал колотушкой строжайший вердик. Коагулянта поволокли за трибуну к мачтам. Со смертниками-террористами на Эрмунде не церемонились. Когда в клетке стало чуть посвободнее, Алик с радостью увидел Боцмана. «Боц, Боцман, я здесь!» – крикнул он. «Алик, ты как?» – отозвался тот. «Нормально. Где Василий?» «Он рядом». Дверца открылась, и конвоеры вытащили сразу пятерых заключенных. Теперь в клетке, опустевшей фактически наполовину, стало возможно перемещаться с места на место, и друзья наконец-то объединились. «Отец, ты как?» – спросил Алику Василия. «Живой пока», – хмуро ответил преподобный. «Чего это они стали сразу пачками народ отправлять? Торопятся завершить всю эту волокиту до заката?» «Нет, я так понял, что эти пятеро из одной банды», – ответил Боцман. «Вон тот одноглазый, их вожак. Они пока тут сидели, постоянно перешушукивались, планировали побег. И меня подговаривали, но я отказался». «А может, стоило согласиться?» «Погоди, нас еще могут оправдать. Мы же не бандиты, сла никому не желали. К тому же, никого не убили. Шанс получить снисхождение есть. А если попытаться бежать, тогда точно вышка». Теперь пришел их черед. Троицу вытащили из клетки и повели через центр площади между рядами сиденья. Какой тут поднялся ор. Зрители скачали с своих мест, начали махать руками, выкрикивать на членораздельное ругательство и свистеть. «Что-то я сомневаюсь в оправдательном приговоре», – сказал Алик Боцману. «Они даже бандюганов-террористов так не освистывали, как нас. Чуяв, влепят нам по полной программе». «Верховный пенец царь Иудхарш славится своей непредвзятостью», – ответил тот. «Будем надеяться на его порядочность». «О чем ты говоришь, Боц?» – с досадой усмехнулся Дементьев. Их подвели к трибунам, построенным специально таким образом, чтобы подсудимые могли смотреть на судей, лишь высоко задрав голову. «Чужой прийти!» «Нарушение запрет, прыжок, желтый баннер», – начал Хуаджин. «Результат катастрофичности, Эрмулани. Здание 12, неполадка полная. Здание 31, неполадка значительная. Человек 8 повредит тяжесть. Человек 43 повредит незначимый. Ущерб ориентироваться. 112, Эрм. «Название ваш имен?» – спросил Лудхарш, обращаясь к стоящим внизу бедолагам. Те поочередно представились. «Откуда появление вас?» «Мы из Рикадии, ваше честнейшество», – солгал Алик. «Мирные путешественники. Мы не хотели ничего разрушить. Это все ураган». «Он был еще до нашего прыжка. Он забросил нас на бусую мысь к этой шизанутой мире». «Рикадия?» – несколько удивился судья. «Рикадия – маасский протекторат юрисдикция». «Да, все верно, ваше честнейшество», – ответил Дементьев. «Но мы не маассцы, мы рекадианцы, а дедушка вообще сделала урентики». «Вы утверждать прыжок не явление цель направления хотеть». «Совершенно верно, ваше честнейшество. Это было непреднамеренно. Мы глупые туристы. Мы не знали, что тут так работают ветра». «Вы признание виноваты и проступок это?» «Да, ваше честнейшество, мы признаем. Мы этого не хотели, но это случилось. Какой смысл отпираться?» «Зачем вы сопротивление воины-ермулани?» «Испугались, ваше честнейшество. Эти обезьяны, в смысле не воины, а те, на ком они ездят, выглядят агрессивно. Мы боялись за свою жизнь». Судьи начали шушукаться. Это продолжалось около 10 минут. Затем Утхарш произнес. «Коллегия решения предварительно приговорена. Нарушители готовы предложение наказать иметь в виду штраф, 100 тысяч ерм и работа, восстановление разрушено непосредственно». Зрители зашумели, особенно участок, где сидели пострадавшие. «Требование тишина. Решение конец принять, жребий после». Присяжные тут же стихли и приготовили стеклянные шарики для голосования. В полной тишине шарики зашуршали по желобкам, звонко стукаясь на выемке. Служители принимали их, выгружали на весы, считывая показания. «Позиция 70, 13, 5», — сообщила комиссия. «Ммм». Утхарш задумался. «Коллегия считать приговор присяжные зреть, ожесточение излишней». Зрители поднялись и вновь зашумели. «Тихо, площадь суждения», — громогласно взапил Хуаджин. «Продолжайте, честно вы». «Но коллегия, хоть и иметь мнение так, не считать относительно спор присяжные зреть, приговор чужак, высота воздействия». Стукнула колодушка. Зрители дружно зааплодировали и затопали. «За что?» — Боцман закрыл лицо руками. «Все, пощады не будет». «Ну вот, сама непредвзятость», — сквозь зубы Прозделалик. «Лучше бы бежать попытались, не так обидно было бы». «Верховный пенциарий бессилен против большинства голосов присяжных зрителей», — пояснил Василий. «Очень многих мы разозлили. И все они собрались здесь, насладиться нашими страданиями». «Я так понимаю, бежать уже поздно?» Дементьев дернулся от грубого удара в лопатку. «Конвоир» повел его в обход трибун к лестнице, ведущей на лобное место, представлявшей себя эдуху Голгофу, только вместо крестов — мачты. Позади видели Боцмана и Василия. Заиграла музыка. Под улюлюканье зрителей судейская коллегия развернула свои кресла на 180 градусов, чтобы созерцать процесс казни. «Кайты высоко, ветер изменения, кайты крепко, ветер свирепо», — скандировали собравшиеся. Зажужжали лебедки, отпускающие воздушных змеев выше в небо. На встречу приговоренным пробежали несколько служек в грязных передниках и масках, которые точили большие кастрюли. Что было в этих кастрюлях непонятно, но несло из них таким смрадом, что один только вдох вышиб у Алика слезу. Повсюду затрещали трещотки, заревели ревуны. В горах вся эта какафония звучала особенно громко и резко, разносимая эхом на десятки километров. На возвышении приговоренных разделили на две группы. Группу Алика поставили второй, а первую повели к мачтам. Тем временем служки цепляли на лееры кайтов паруса почтальоны, которым за крюки цепляли вонючее квашеное мясо из кастрюй. Сильный ветер тут же подхватывал почтальонов и быстро поднимал их по лееру до самых змеев. — Они что, кормят своих воздушных змеев тухлятиной? — спросил Алика у Боцмана. — А они психи? — Сидеть, сидеть! Охранники резко усадили их на землю. — Не говорить! Приговоренных из первой группы разделили по одному и отвели к пяти мачтам. Прозвучал трубный сигнал, и на мачтах затрепетали разноцветные знамена, а их верхушки со стуком надломились и согнулись, как перекладины виселиц, что вызвало у зрителей очередной взрыв радостных криков. С концов перекладин спустились веревки, которые стали привязывать к ногам преступников. После этого под очередной рев зрителей людей вниз головами подтянули на самый верх и оставили болтаться точно боксерские груши. Они что-то кричали, на голоса тонули в жутком громыхании музыки трещоток и зрительского воя. — Ну, хотя бы не за шею вешают, — мрачно размышлял Алик. — Впрочем, хорошего тоже мало. Буду надеяться, что эта экзекуция выдернет меня из дурацкого задянувшегося сна. — Наши кайт — легкость. Наши треск — безумолку. Ветрено не завершится. Слишком вверх — много ветер. Услышать им. Прилететь они. Небо руководить. Дона Эрму. Призывание. Стали в один голос повторять служители, собравшиеся под мачтами, и им вторила охрана, окружавшая вторую группу смертников. Это продолжалось, кажется, бесконечно. Но вот, из-за покрытой ледником вершины Эрмадона, показались летящие точки, быстро увеличивающиеся в размерах. Приближалась Эрмегитская стая. Огромные кородактилы летели на звук. Самые маленькие достигали пяти метров в размахе крыльев. Самые крупные — двадцати. Они даже не махали крыльями, а просто парили, регулируя высоту, скорость и направление специальными перепончатыми роговыми рулями, растущими на их головах, хвостах и задних конечностях. Головы, словно наконечники копий, вытянуты вперед и снабжены длинными вертикальными килями. Длинные хвосты завершались дополнительным перепончатым стабилизатором, выполняющим функции как руля, так и воздушного тормоза. Шкуры чудовищ были разукрашены причудливыми радужными разводами, словно кто-то нарочно обрызгал их красками из баллончиков. Всего существ было семеро. Когда они приблизились и начали делать большой разворот над плато, появилась возможность разглядеть мелюзгу, порхающую под их крыльями. Десятки зубастых птиц, гипсиорнисов, сопровождали стаю, словно прилипал и акул. Средний гипсиорнис был птицей весьма немаленькой и мог потягаться размерами с крупным орлом, но на фоне титана кородактиля он выглядел словно воробей, придающий своим порханием и мельтешением еще больше величия и менструозности летящему из полины. Все умолкли в торжественном предвкушении. Стая сделала широкий вираж и стала заходить на добычу. Впереди летел вожак, самый крупный и старый ящер. Чувствуя миазмы, источаемые подвешенные на змеях приманкой, кородактили рассредоточились и стали срывать мясо вместе со змеями. При этом их острые головы раскрывались как бутоны цветов с четырьмя лепестками, словно капканы захлопывались на змеях, отрывая их от лейеров безо всякого труда. Угощение лишь распалило аппетит монстров, и они возжелали продолжение банкета, чего и задумывали организаторы этого жестокого шоу. Вновь сбившись в свино, сделала круг, и теперь на бреющем полете стал мчаться к мачтам с привязанными людьми. Вот это махина. Со страхом и любопытством Алик смотрел на приближавшегося вожака, крылья которого были почти вровень с краями плато. Если ему подкрыли двигатель присобачить, то от авиалайнера не отличишь. Когда огромная туша трепеща рваной бахромой на краях перепонок пронеслась над их головами, захотелось еще сильнее пригнуться, но самое страшное ждало впереди. Кородактили стали на лету срывать висящих на мачтах людей и зажевывать их четырьмя своими кленовидными челюстями. Крупнейшим из них удалось проглотить своих жертв целиком. Те, что помельче трепали еще живую добычу, отрывая ей конечности. При этом гипсиорнисы буквально облепляли головы кородактиля и спеша ворвать кусочек, пока тело жертвы не будет полностью проглочено. Когда под натиском мощных челюстей у несчастного отрывалась рука или нога, упасть в пропасти не давали. Гипсиорнисы тут же сбивались вокруг нее клубком, а когда разлетались, то в воздухе уже ничего не оставалось. Сжирали все подчистую, мясо и кости. Это было чудовищное зрелище. Не всем кородактилям хватило угощения, и стая вновь начала разворачиваться, звено перестраивалось, пропуская голодных вперед. За это время служители должны были обновить кормушку. Мачты все еще ходили худымом и дребезжали. Оборванные веревки на них продолжали раскачиваться, когда охрана стала спешно поднимать заключенных, ожидающих своей участи. Подняться быстро и туда идти! Алика за шиворот подняли на ноги и пинками погнали к крайней мачте. Что же вы творите, сволочи, возмущался тот. Это вам с рук не сойдет, обещаю. Я бессмертен. Ваши чертовы птеранодоны мною подавятся. Двигаться, молчание. Уже под мачтой кто-то отработанным ударом по ногам лишил Дементьева равновесия, прокинув его на землю. Он успел от всей души легнуть кого-то в морду, но обе его ноги тут же были вдавлены в пыльную каменистую поверхность. И на них крепко затянули петлю. Гады! Рычалали!